Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Посмотрите на его реакцию. Твикс! Он знает, как его зовут. И в какой бы части квартиры он не был, услышав своё имя, он понимает, кого зовут. Ну не ест он сухой корм. Я задралась покупать жидкий. В день две штуки минимум съедает. Ну ничём. Я стараюсь жидкий корм насыпать сверху сухого. Да подожди, сейчас камера упадёт. Чтобы он подумал, что это тоже жидкий и поел. Но, к сожалению, он не ведётся. Не дурачок. На, приятного аппетита! Сегодня, кстати, Курбан-Паэрам. Поэтому всех мусульман поздравляю с этим священным праздником. А вы не обращайте внимания на моё лицо, в особенности на нос. Потому что я пыталась избавиться от чёрных точек с утра. Но мне кажется, это как-то у меня не особо получилось. Купила специальный скраб, который вообще не работает. Так, я сделала макияж. Два таких аккуратных хвостика. Так жарко, душно. Хочу снять мук-панк и быстро в ванную искупаться, охладиться, освежиться. И снимать я видео тоже решила в этой комнате. Потому что здесь кондиционер. Правда, задний план мне не очень нравится. Но самое главное, он нравится вам. Мой заказ мне пришёл. И в то же самое время меня поразил. Я вроде как заказывала баскет. А он оказался просто крошечный. Посмотрите. Посмотрите на размер этого баскета. Ну что это за баскет такое? Увидела чуток подешевле. Думала, что размер будет такой же. Оказывается, вот миниатюрка какая-то. Ну что, я уже установила камеру. Здесь у меня вкусняшки. С этой стороны свет из окна. С другой стороны я поставила ринг-лайт. И вынуждена, к сожалению, выключить кондиционер. Ну уже вроде комната охладилась. Уже можно снимать. Сейчас мы направляемся на квартиру. Я вам уже в Макбанке рассказывала о том, что мы купили стиральную машину и холодильник. Многие просили контакты, где я купила. Но пока что я не могу вам ничего советовать. Потому что сама не знаю, насколько долго будет это всё дело служить. Там гарантия всего 2 месяца. Это, конечно, не очень приятно. Но я надеюсь на лучшее, так скажем. А вот, я беру всё, что мне необходимо. И мы направляемся с мамочкой. Кстати, ещё и в коридоре обои поклеены. Обязательно покажу вам, как это выглядит со стороны. Как всегда, беру с собой штатив, чтобы в быстром режиме показать вам весь процесс. А здесь в пакете лежит старая одежда, которую не жалко. И каждый раз я тащу туда и обратно. Но теперь, когда будет стиральная машина, можно сразу постирать там. И не таскать её делом. Так, мы уже на месте. И только когда я дошла досюда, я поняла, что я забыла телефон дома. Это просто катастрофа. Надо позвонить Ровщану и сказать, что я забыла телефон. Не звони по 100 раз. Мама увидела холодильник. Но она сказала, ну так себе неплохо. Сейчас будем его отмывать, устанавливать стиральную машину. Сейчас вам всё покажу. Кстати, мы притащили вентилятор. Вентилятор, потому что здесь нет кондиционера. От жары спасаться нужно. На улице ужасная просто жара. Хорошо, что есть небольшой ветерочек. И вот ветерочек дома. Вентилятор. Мама распаковывает стиральную машину. Я вам в инстаграме, правда, показывала её. Вот. Но пока ты ещё раз здесь, вдруг вы не подписаны на мой инстаграм. И вот такой вот белый холодильник. Как раз в тему на кухне. Просто его тоже нужно отмыть. Собственно говоря, сейчас я этим буду и заниматься. Просто надо переодеться в рабочее. Пока я не переоделась, я решила спуститься вниз, купить разных вкусняшек. У нас теперь есть холодильник, который мы, когда будем идти домой, выключать не будем. И уже можно что-то купить. Например, воду холодную, пивка. Не знаю, фруктов немного. Отмоем холодильник. Всё поместим туда. И уже не будем каждый раз заморачиваться о том, что возьмём с собой на квартиру. Поэтому я иду в супермаркет. Иногда ваши комментарии так влияют на меня и на маму. Мама вообще угорает. Я мерила этот костюмчик, когда снимала вам распаковку с сайта Shein. И кто-то написал в комментариях, что этот костюмчик похож на костюм Канваса. Она вот-вот взлетит. И после этого я вот прочитала комментарий, мама угорала. А я так расстроилась. И вы знаете, я перестала любить этот костюмчик. Я его ни разу никуда не гоняла именно после этого комментария. Прикиньте, кто-то что-то просто написал, пошутил. А я вот так близко к сердцу восприняла. Что мне больше всего нравится в Баку, это то, что здесь есть ветер. Это, конечно, с одной стороны минус. Когда я снимаю для вас влоги на улице, это просто камеру так задувает. И мне приходится вырезать эти моменты. Но, с другой стороны, это приятно. Ты выходишь на улицу хоть 35 градусов. Ты это абсолютно не чувствуешь, потому что есть этот ветер прекрасный. Так, я уже в магазине. И как только я захожу в магазин, я забываю, зачем я сюда вообще зашла. Какой классный здесь у них виноград. Особенно я люблю белый виноград, нежели чёрный. Вот это моя любовь, надо взять. Возьму самые обычные салфеточки. Распаковка вкусностей, которые я купила. Семечки. Специально взяла вот эти беленькие. Они очень вкусные. Как же приятно покупать что-то к себе домой. Виноград взяла крупный. Посмотрите, какой классный виноград. Обожаю белый именно. И недорого взяла совсем. Салфеточки дома пригодятся в хозяйстве. Чипсульки тоже в хозяйстве пригодятся. Лейс, моя любимая фабрика. Приторно вкусные. Раз, Балтика. Два, Туборк. Холодные. Пятые. Хардалан. Это уже азербайджанское производство. Мороженое. Вешу мороженое. У мамина любимые конфеты. Это баунти, мам. Я взяла, чтобы с чаем ты пила. Мам, спасибо. Я немного взяла. И тут чек у меня. Мам. 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 а здесь у меня кстати уже есть ящик с вкусняшками это чудо вафельный тортик и пряники ни то ни другое я не люблю поэтому купила вот такие вот вкусняшки это все тоже здесь у нас есть куча пространства куда можно положить салфеточки и закрыть я совсем забыла вам показать процесс кстати тоже не показывала как мы клеили здесь обои нигде не видно стыки мне очень нравится как вы думаете почему резко я переместилась вот сюда все очень просто я забыла телефон дома потом вспомнила что оказывается мне должны были позвонить из доставки шеин и в прошлый раз когда ними позвонили я не была дома и тогда они мне сказали что мы доставим в среду в среду обязательно будьте дома я забыла телефон здесь и пошла на квартиру и реально раз я пришла сюда я думаю что лучше снять мукбанк на запас потому что потом мы поедем в деревню переодеться я уже переоделась как вы видите закончу дела здесь а потом опять пахать на квартиру так я уже обратно на месте у меня для вас плохие новости оказывается стиральная машина наша не работает посмотрите сколько воды здесь нам сказали что завтра придет мастер и посмотрим надеюсь что они решат эту проблему потому что она идеально вписывается под нашу кухню уже не хочется заморачиваться думать о другое транспортировки и так далее надеюсь что это все исправится хотя настроение изрядно у меня испортилась из-за этого момента что касается моей кухонки у меня уже здесь водичка как то можно сделать можно сделать душ только не разобралась как ну да ладно здесь уже помыла стаканчики они у меня лежат здесь стаканчики вот сюда надо полотенцем из дома притащить и опля когда уходила хотела вам показать наш коридор какой красивый цвет посмотрите какие обои текстурные еще безумно сочетается с потолком как будто это одно целое ломбир идеально вписался сюда как вы видите нигде стыков не видно приклеили просто идеально не то что я хвастаюсь вы сами можете это наблюдать но я обязательно вам когда закончу прям все при все сниму хаус тур то есть как было до я все файлы все сохранила и после и обязательно мы поменяем замок это тоже кстати нужно сделать обои немножечко совсем блестят и вот у нас на углу угольник специально чтобы обои здесь не портились и было более долговечно честно говоря после стиральной я конкретно расстроилась а до этого у нас с мамой был план точнее это был мой план у нас есть дома стол который нам абсолютно не нужен на котором я снимаю мук банки я предлагаю притащить его сюда нам решаем тоже поможет и купим стулья зачем нам дома три стола получается у меня в комнате стоит стол на кухне хотя не должно четыре стола в квартире я маме обещала что если не будет хватать то мы еще один стол купим к ней домой а вот а к себе я забираю старый стол освещение кстати специально выбрала такой чтобы не мигала смотрю идеально просто а сейчас я уже устала и направляюсь домой а это собственно говоря тот самый стол про который я вам рассказывала показывала в старых влогах здесь видите белые такие ножки под мою кухню нормалек столешница тоже классная стол большой как вы видите идеально просто для кухни я думаю в общем скорее всего этот стол возьмем и перенесем на квартиру на мою и не будем заморачиваться в общем на этом все в общем на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую пока я уже дома если честно и немного расстроены из-за того что стиральная машина не работает и завтра придет их специалист мастер я на самом деле немножко боюсь что он скажет вы сами что-то сломали это не наши проблемы мы вам проверили далее потому что вообще весь магазин был достаточно такой знаете на нервах не впечатляет доверием так скажем да поэтому немножко побаиваюсь завтра в 10 в 11 должен прийти специалист я надеюсь что он починит и уйдет скажет что все норму и ничего менять не нужно а вот или либо мы что-то не то нажимаем но скорее всего здесь дело не в нас потому что барабан просто не крутится он наполнен водой почти полностью так не должно быть то есть но дома тоже есть стиральная машина и плюс-минус я знаю как работает эта вся система поэтому немножко неприятно холодильник работает отлично вот стиральная машина немножко подавила на самом деле но посмотрим я завтра наверное тоже буду снимать для вас влог и вы узнаете события возможно в инстаграме поделись с вами ну да ладно в инстаграме я выложила пост что ищу кондитера который может приготовить торт на гендер пати и тут твик скусает мою ногу соскучился малыш и все начали мне писать айка кто беременный кто беременный дело в том что вы просто не знаете человека кто беременный поэтому следовательно я вам об этом и не рассказала это моя родственница которую я никогда не показывала в ютюбе поэтому я и не стала вам про нее рассказывать и говорить вы же ее не знаете просто снимать весь этот процесс я наверное тоже не буду просто схожу на макияж прическу возможно это все сниму в общем увидите в ближайшее время а я вообще хотела прийти домой и снять мукбанк но у меня такое ужасное настроение что даже не хочется портить настроение вам потому что это передается я раньше думала что это не передается иногда садилась снимать видео с ужасным настроением а потом в комментариях видел что все пишут айка что с настроением что случилось у тебя стопудово что-то случилось а это собственно говоря тот самый стол про который я вам рассказывала показывала в старых влогах здесь видите белые такие ножки под мою кухню нормалек столешница тоже классная стол большой как вы видите идеально просто для кухни я думаю в общем скорее всего этот стол возьмем и перенесем на квартиру на мою и не будем заморачиваться в общем на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую пока